Всем привет, друзья! Я рада вас видеть, как обычно, на канале Navi Brawl Stars, и сегодня мы записываем тот самый долгожданный ролик с нашими зрителями и подписчиками этого канала. Мы сыграем небольшой шоу-матч с нашими игроками и вот двумя ребятами, которых мы выбрали рандомным образом, и немножечко пообщаемся с ними. Так что, приятного просмотра! Привет, Арува, представься, скажи, как тебя зовут, откуда ты? Всем привет, меня зовут Никита, я из Киева. Классно. Расскажи, как давно следишь за Navi BS и играешь в Brawl Stars тоже? Расскажи немного о своем пути в этой игре. Ну, за Navi BS я слежу уже с самого начала подписания их контракта, то есть я смотрел их все ежемесячные финалы, но в Brawl Stars играю тоже очень довольно давно. Сколько у тебя кубков в Brawl Stars? На данный момент больше 47 тысяч. А есть какие-то достижения в плане этой игр, в каких-то маленьких туриках? Ну, в маленьких, даже, возможно, неизвестных, если только. Расскажи тогда, кто твой любимый игрок в Brawl Stars? В принципе, не обязательно в Navi. Любимый Бравлер, его скин и любимый режим давай тоже. Можно выделить... Ну, то, Аликса. Любимый скин, пускай будет Коварный Мортис. И какой еще вопрос был? Любимый режим? Любимый режим — это футбол. Как ты вообще решил заполнить анкету? Почему? Я, наверное, как и все, посмотрел видеоролик на канале NaviBS и решил попробовать принять участие. Хотел бы сегодня сыграть с Аликсом в команде? Ну, если была бы такая возможность, то да. Круто. И скажи, настроен сегодня выиграть, да? Вообще да. Привет. Расскажи, как тебя зовут, сколько тебе лет и как давно следишь вообще за Navi Brawl Stars? Меня зовут Эмилия, мне 16 лет. Я слежу, ну, где-то год за командой. А сама сколько играешь вообще, Правда? Сама тоже год играю. Кто твой любимый игрок в Navi и, в принципе, в целом в мире? Любимый, наверное, кубик. В мире тоже кубик. Хотела бы сегодня с кубиком в команде сыграть? Да. Круто. И расскажи, как ты вообще приняла решение вот заполнить анкету? Поучаствовать сегодня в нашем видео. Ну, я просто вот пришла с учебы, включила, увидела, что вышло новое видео, включила. Услышала про конкурс. Думаю, давай-ка я по фану отправлю сообщение. И вот. И мне приходят сообщения от Ланы. Я еще в шпаке сижу. Классно. Ну, расскажи тогда еще, кто твой любимый бравлер и скин на него, и любимый режим. Вдруг он сегодня попадется. Мой любимый персонаж М, скин на него супер фанатка. И любимый режим, наверное, вау. Круто. Все, тогда желаю удачи. Надеюсь, ты сегодня выиграешь. Ну, или ты, или Никита, один из вас. И получите нави-пинчик. И, может, еще какой-то подарок. Так, привет всем ребят. У нас сейчас с вами тут рядышком есть еще Эмилия и Никита Арува. Они заполнили анкету, и вот по счастливой случайности рандомом попали сегодня в наше видео. Ну что, вы готовы сыграть с ними чемпионат? Конечно. Круто. Так, значит, Эмилия сказала, что было бы круто, если бы она играла с кубиком. Поэтому вот уже команда и собралась. Кубик и Ангел Бой по техническим причинам тоже переходят в эту команду. Вторая команда это Никита, ММА и Алексей. Как часто ты вообще играешь с девочками в Бравл, Леша? Да, доиграю, доиграю, но чаще с подписчицами. А, то есть такого у тебя было. Петь, а ты? А что я? Часто ли играешь в Бравл Старс с девочками? Да нет, я особо из команды не часто играю. Ну, касательно что-то отдельно, когда ты там глобал и так далее. Не так часто попадаюсь по времени, таймингам. Поэтому просто рандом катают для роликов. И в основном вот так получается. Итак, начинается игра. Ответственный момент, я тут комментатором пристроилась. Так, я предполагаю, что после сегодняшней игры Эмилия и Никита должны получить какие-то бесценные советы. Сейчас, Алекс, знаешь, что надо сделать? Просто на пайпер всегда я по кд иду и все. А что вы по герцам брать? По герцам? Да скорость с подписчиком не нужна, возьми щит просто. Дамаг, дамаг щит. Еще можно было ухил взять, но фиксим. Да пофиг, нет. Казали. Просто, если играем вот 3 на 3, сторону на сторону, просто я всегда на пайпер хожу и все. И аккуратно проверим. А, это еще колдарм, они были срок. Да, да. Так, Джин, право. Все право. Все, просто я на пайпер. И пайпер вообще не... На пайпер вообще никто не подходит. Да, да, просто им контролим, бро. Просто сушим и все. Пайпер уходит, меняемся, Алекс. У вас тут так тихо по сравнению со вторым каналом. Они там уже рассказывают, как они вас будут выигрывать. Ик просто сидит, стреляет по всей карте. Ик, это ваш оттой и будет ульта. Ик, это не будет. Осторожно, мужик. Живешь? Англоп. Хорош? Хорош. Сейчас аккуратно, он лево может агро играть, у него ультаешь. Да, он может осторожно. Ну, типа, даже не осторожно, а если он зайти налево? Давай так, проверь. Давай. Тут есть. Да. Он улетел, значит. Все, он ульту свел. Не наверх, не наверх, да, пофиг. Надо. Все, все. Так же, просто сушим и все. Далейта. Так, не кажется, что Петя немного там зазмался за этими стеночками? Есть такое. Ну, он под конец жестко прям накидывает. Будет сложно, очень. Да, да. А я и не фиш. Копал? У кем это кодолки? Не ходят в нем, ты набивает, ладно. Можем поджать ее? Что? Нет, это я по сути еще организовал. Понял. Давай звук. Ой-ой-ой. Там что я копаю. Давай, Петрович, солевая, надо, надо солевой, брат. Мне кажется, сейчас что-то будет пытаться менять, потому что так им не пойдет до лейта. Да. А давай просто аккуратно чекнули, что перестроимся. Ты думаешь, что не фун налево, да, пойдут? Да, я думаю, да. Если сейчас сразу сторонах, сразу в правую уходим. Пайпер, сол. Или двоем. Или Джанет еще есть. Да. Можно схавать ее, он один. Петер, знаешь, что застянет его. Рад, это мое. Угу. Ой. О. Виглета удрофтит, ман. Да ну. Какая на гаджет? О, он сбежка. Майон на кубе. Найс. Петь живешь? Минус баню. У меня были рашки. Я добью. А. Айс, хорош. Гоу прав, гоу прав ты. Там сломан. Сейчас их просто отсюда потихонечку. И все на гаджете, можешь агрессивно прям. А, не, не, забей, забей, забей. Там тут так. Вайпер. О, я попал под Джанет. Еще раз. Джанет лоу. Я же вас болею, вам нельзя так. Тут ты там как? Живу. Ой-ой-ой. Тут еще били где-то. И на гайс. Ладно, короче, нам один раз досталось, если выиграем. Думаешь, это безопасно? Комбачим, комбачим. Но лево-то открыто. Ну да, да. Фулл лево. Они что, снова? А, не, не, они фулл лево. Туда что? Нур, нур расклад. Вот там слева. Нам, кстати, тяжело очень. Правда, очень сильно. Баум. Он снова открывает. Боже, как же неудобно играть. Лоу? Забей, забей. Добьешь, и уходи, пофиг. Ой-ой-ой-ой. Хорош, петь. Ну, ему умереть. А, не, живу. Че, гнабим его? Да, сор, сор, голова. Микки Маусная голова. К сожалению, угрожали, если еще там 2-0. Ну все, 1-0, погнали. Начнем. Походу. Теперь наш капс. Гон на жмоб поставим какой-то. Какую выберем? ВБ, мэйби? Что, стой, он выбирает. Угомонить по-брански. А че, по пикам? Может, лас хоть раз дашь? Ха-ха-ха. Я бы уйти соперника. Ну, увери. Боню, боню. Боню, боню. Увери. Давай боню на боню. Боню за боню? Да. Нарывай, ляк, подписик зашел. Чем ты еще и радишь? Ну да. На все? Я и на пчеле могу. Че, будем банить пить? Газ и... Я газа пикну сразу. Б? Газ и... Джанет, давай газ Джанет. Давай, еще газа. Шо, легко выиграли первую? Очень. Мы даже не почувствовали. А кого брать? Пелочка есть. Реально, давай пчелку заберем. Ну что, не пчелку, не пчелку, да, берем пчелку. Да. Аликсу сейчас дадим он за кельт. А кубль тут, типа, наберем? Рост? Стволу Алексеевичу. Не, я не добью. Хотя, а ну, вы... Давай не отпустим, не отпустим. Чтоб контроль за нами. Где я мяч заберу, да? Давай-давай. Ладно. Двоем пока сырил. Ай-яй-яй, неприятненько. Там я еще... Понял. О! Второй путь упал. Сук. Кром бы бы... Нихелится. И один оставь на раскрытии, если вдруг доведем до ничи. Ага. Опять же... Белли, 6 хп. Белли. Сразу заняхили с 5. Торно. Минус. Дальше. Можешь залетать, залетать. А, на тут, на тут. Гол? Да, гол. Найс. Да, думаю. Я замедлен. Угу. Дражды, а строжи. Минус 5. Летерок. Окей. Еще отозрешили. Те минус... Там 5 минусы рогажут у меня в один остался. Ух, ужас. Не-не, просто все выйдут, и мы их загасим. Муж залетил, давай. Давай-давай. Воу. Че? Давай пасик. Забивай, забивай. Третий, может, с двух, нет? Отойди, отойди, они сейчас проходить могут. Я поздаю. Батю тебя димаю. Хорош, альф. Она раскрыла. Идет дикарь. Один минус. Хорош. Второй. Минус. Хорош. Третий остался лов. Там, блин, че-то ловушек надо дать. Я дал вороню пас. Можем просто это контролить, нет? А, да. Осторожно. Я иду. Заморозил. Еще одно разминировал. Минус, но я тоже умер в рипе. Хорош. Держит. Ну, я грифа забрал. Тут опять я не херился. Окей, мне ты как только. Ну, а че, я минус скорее всего. Сверх, бралка, мягко. Нескорость есть. Кто минус? Кроссвельтай. 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 А, это пить был. О. Минус. Хорош. Спас. Не могу как-то. Ну, не знаю, лучше не забивайте. Подождите, пофиг, не забивайте, не забивайте. Ждем, ждем. Петь живешь? Угу. Еще заморозь. Заморозь сразу. Хорош. Хорош. Пока 2-0. Так, Ярик, расскажи, что тут у вас происходит? Ну, понимаешь. Весь iPad, короче, мы проиграли. И задержка, да, у нас. Блин, ну, Куб, у тебя, как обычно, честно. Ну, че поделаете, iPad виноват. Кубик передал, что у него там iPad где учат, и поэтому они проиграли. Да, да. В садике расскажет. Че, как мне через центр играть? Через лаг, давай через лаг. Заходит, заходит, заходит. Учает. Это не Куб. Ой, блин, я тупанул, я думал наушник. Тут роза. Сразу бежит, бежит, бежит Ярослав. Раскрывай, раскрывай вот эти близние наши, мы их затравим потом. Да, вот так. И потом другая будет тоже. Он сидит, 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 ждет. Че, опять стянуть какого тампа? Кубик, лол. Это минус. Минус? Окей, минус тоже. Ольт, метка, джун, ульта. А если у меня тачка 2-льты? Алиса, ты понимаешь, там, надо. Я выключу, не тяни, я выключу. А, окей. У тебя, у тебя, у тебя, у тебя, у тебя, у тебя, у тебя. Да, 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 давай. А, она убегает. У Куба вообще ульты 0. Че, стянуть ее розу или кого-то? Давай, она... Наим, заходь. Ну, я стянул, но... А там у нас брат Фрэнк есть. Глупить меня на отметке. Минус 5-я. У нас здесь иди вроде. Найс. Да, да, да. Такой у меня 0-льт, ульты. Справа есть кто-то? Так же. Джун и пол слева. Здесь слева и справа. Фрэнк, ё-моё. Джун, я хочу Джун. Иди от себя под Фрэнка. Найс, комбайсная пошла. Пошел, пошел. Чтоб бить не было. Да зовей, да я там стоял. Ну, нужно же понимать, что нельзя что-то 0-ли выигрывать. Там... Обидно будет, если это 0-ли будет. Ангела заболели. Да, мы его так были. Давай ее даже на мид не пустим. Че она так по миду гуляет спокойно? Ярик, а они че? Они знают, против кого они вообще играют? Он зам... Смотри, Сарина и Ярика. Сарина и Ярика заходят. Заходят кустики. Понял. Жестко. Окей, у него 4 гема отлично. Мы не сконцентрированно играем, да, Петя? Да, да, это твое время на стол. А, тут. Это меня Алексеек. И за что? Капец, он с Ижингером скорее всего играет. Да, да, это понятно. Джин-Коу. Чекай. Надо время потянуть, а лечусь. Хи-хи-хи. Никогда. О, достал твой рейк будет. Этот. 9, это нормально. Рейк идет. Через лево давай, через лево пройди. Только похилься полностью и... А, хороший рейк. Бедный Ярослав. Бежала. Сейчас нас куб убьет, всех троих в камбэк нет, а мы с меня все сидим. У него ульты нет. Ну, куб, ну за что? Забирай 5 гемы. Кстати, не камбэкнуть мы можем. Ангел. Как же ангел вы? Бедный Ярослав. Бежен, нет. Крэн был справа вроде куб. А, смотри, опять. Три раза приходит, просто ульты получает. Бедня, мне его жалко. Прикинь, чел взял розу. А тут... Алекс, он там... Там у Сины стоит. Мы его стягиваем, кидаем метку. Просто две ульты, и все в него. И Фрэнк еще в него можешь сальтовать. Ангел, если ты смотришь, привет тебе. Чего вы Ярика болите? Мы? Нет. Нет, я тут роза, осторожно. Хорош, Фрэнк. Убил? Ну, есть. О, Джин 34 СКП, у него один гаджет. А я не выживу тут. Окей. Не могу пока. Хорош? А, у нее ульта, у нее ульта скоро, серьезно. Он ульт хочет. Уже нет. А тут где-то та... А, она справа, справа, справа. Цикат. Просто свети, брови. Вот. Минус. Живи, живи, Фрэнк! Ярика выключил. Я умер. Минус. Тель-тиль то, походу, 5. А срож, у Тара может быть 5. Ну, собирай. Зараж с ультой. С ультой, зараж сколько можешь. Вот просто насмерть. Да, мы заберем поставить. Все, Петю, уходи. Справа, Тара. Справа, Тара. Тара здесь, у меня замешку. Я Фрэнк держит, просто. Парьерку. Лови. Уходи, Петюс. Да, е-мое. Нет! Нет! Мы успевем, успевем! Изи, изи! М-да. Фри ПТС. Дигит Аута. У них дали Фрэнк MVP, но тут... Да? Не знаю. Все, вы выиграли? Да. Слишком, да, однозначная победа была. Да. Так, ну, еще из интересной информации, у нас у Арува сегодня день рождения, поэтому это вот подарок. Можно отменять, скорее всего. Пойдем тренироваться. Что-что. Окей. Тогда не будем там высказывать ошибки, или что-то еще просто скажем, красава. Такие ошибки-то не было. Да нет, кстати. Мы, кстати, и так не высказывали ошибок. Мы, типа, просто по коммуникации, мы с Петей же уже привыкли много вместе общаться. С ним, потеем, общаемся постоянно. А парень же не привык, что нужно общаться постоянно время. Ну, хорошо, поиграли. Все равно прикольно. Классно, что вы все равно выиграли, даже вот если не привыкли играть вместе. Но у нас все время просят в комментариях сделать какую-то БС-академию. Вот сейчас мы делаем медленные шаги к ней. Вам чего понравилось, в принципе, вот с кем-то новым играть, чему-то им учить? Если так можно сказать. Да, прикольный, прикольный опыт. Но я думаю, например, если бы Петя отдельно был с двумя ребятами, или я бы был отдельно, думаю, потяжелее бы, да, было Петя? Да. Мы тут больше строили игру от себя, вот так сказать, в Дуо. Но я думаю, там тоже они чисто от Дуо пытались играть, блин. Пайпер Джанетта, Джин чисто бегался по вал. Мы пытались, мы пытались перца выбрать просто, чтобы парень себя комфортно чувствовал, вроде бы получилось. Либо узнавали просто. Никит, а тебе расскажи, понравилось? Какая карта твоя любимая была в этот раз? Мне очень понравилось. Ну, все карты были довольно интересными. Опыта кого-то набрался за эту игру? Да, думаю, что да. Так, хорошо. Ну, и в честь этого, в честь твоего дня рождения тоже, ты выигрываешь Na'Vi Pinsic, Pinsic, вот. И кепочку, которую ты сейчас не видишь, но я покажу на камеру, и мы обязательно тебе передадим ее. Она тоже с Na'Vi пином, можешь его везде кидать. Так, ребят, что, вы расстроились? Скажите честно. Да, очень. Прям, не знаю, мы не хотим больше играть в эту игру. Все, да, ну, уходите с Brawl Stars вообще, правильно? Да. Там тебе Ярик ММА и Алекс передали привет. Мне кажется, они тебя булили. Хорошо. Вот, ну, расскажите, как вам еще, в принципе, с Милей играть? Я вот говорю ребятам, что нас часто просят в комментариях сделать что-то вроде Академии, ПБС, и вот мы сейчас как бы пытаемся, пробуем своими силами что-то вот такое организовать. Как вам понравилось кого-то обучать? Ну да, достойно, в принципе, мне кажется, в Академию вообще достойно. Круто, круто. Эмилия, тебе, скажи, понравился этот опыт, в принципе? Да, очень. Я, конечно, волновалась, отыграла, как отыграла. Скажите, есть какие-то еще, может, вопросы к игрокам? Да, я хотела спросить, во время скримов или во время матча у вас бывало такое, что вы ссорились там, вдруг ругались? Ругаемся каждый матч, ссориться нет. Ну, типа, ругаемся, я порву маты, а тактики между собой нет. Из-за серьезных ссор, да, нет, вот таких прям таких, что прям затаил кто-то на кого-то, нет? Да их вообще нету, типа, просто появляются вопросы, а ссор нету. Петя там кричит на кого-то. Ну, ну, иногда, иногда бывает такое. Это вам очень повезло, что Петя не с вами, потому что он бы вас бил как свою эту куклу, или как она называется. А вот помните еще, когда были первые отборы вот в нашем регионе, и вы не отобрались, вот какие у вас были эмоции? Да, мы приехали, не успели отдохнуть, у нас пошли новые турниры, у тебя там мотивация абсолютно никакого нет, потому что мозг просто перегружен был, и хочется просто отдохнуть, а у тебя там матчи. Причем матчи такие за QS и Cup, а у них там были правила, что вот СНГ команда, они не могли отбираться, и получается, если мы с первой дивизионы вылетали бы, то все, ГГ, мы по их правилам не могли бы снова отобраться, там, из второго дивизиона попасть туда и так далее. Поэтому пришлось много играть, хотя вообще желания не было. Но если про тот матч говорить, не сказать, что мы там не тренировались, это уже там Новый год был, уже следующий год, так сказать, новый сезон. Но вот драфты точно нам дали показать, что это не тот формат, как раньше, где мы стали топ-2 мира, там очень много надо работать. И я думаю, что... Ну, я не буду говорить там про отыгровку соперников, все они круто отыграли, все отличные игры показали, но наша явная сторона была проблемой с драфтами, что мы просто не могли определиться по ходу выбора вот этих персонажей, данные и так далее. Что ж, на этом все. Надеюсь, вам понравился такой формат видео. Если это так, пишите об этом в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, и мы обязательно проведем что-то подобное. Возможно, немножко в другом виде будет наше взаимодействие, но мы обязательно хотим приглашать наших зрителей тоже участвовать в наших видео. Поэтому до скорых встреч в следующих видео, и когда в магазине появляется нави-пинсик, обязательно его покупайте и болейте за нами.